Добрый день! Сегодня у нас будет семинар по методам оптического просветления больших блоков ткани. Сюда же вопрос, меня всем слышно? Начинаем семинар или еще нужно будет подождать некоторое время? Я за то, чтобы начинали. Хорошо, тогда давайте начнем. Существует несколько проблем в биологии, которые до сегодняшнего момента остаются, скажем так, не до конца решенными. И одна из проблем – это возможность реконструкции всего объекта целиком, например, целого животного. Понятно, что у нас есть возможность электронной микроскопии, которые позволяют нам получать с электронным микроскопическим разрешением серийные срезы, о которых я рассказывал. У нас есть конфокальная микроскопия, двухфотонная микроскопия. Но, к сожалению, все эти методы не решают до конца проблемы визуализации именно крупных блоков. Под крупными я понимаю блоки размерами примерно под сантиметр, например, по всем направлениям. Кроме этого, вторая проблема, которая у нас имеется – это, конечно же, нехватка разрешения оптического. Потому что, в принципе, если мы будем говорить, например, о каких-то метках, которые нас интересуют, то, ну, в районе 20-25 нанометров – это было бы разрешение, которое для оптического уровня нам было бы достаточно. Потом объясню, почему разрешение больше на оптическом уровне нам не очень интересно. Но, тем не менее, проблема тоже не очень решаемая пока что. На самом деле, обе эти проблемы могут быть решены примерно одним и тем же подходом, который нам сегодня нужно будет с вами рассмотреть. И первая вещь, которую нам нужно будет сделать – понять, почему отдельные срезы не позволяют нам работать с нашим объектом целиком. Ну, во-первых, они не могут отражать все свойства объекта исследования полностью. Потому что, если у нас есть какой-то негомогенный орган, например, мозг, понятно, что разные его части устроены по-разному, и нельзя изучить небольшую часть этого органа, чтобы дальше скастраполировать все его строение на остальное. То есть тут необходимы именно как минимум срезы целиковые, как максимум реконструкция всего органа целого. Более того, не всегда возможно получить хорошие серийные срезы. В некоторых случаях можно какие-то срезы потерять. Есть проблема с тем, как их выравнивать. Ну, в общем, понятно. Методы, которые позволяют визуализировать крупные блоки ткани или животных целиком, известны достаточно давно. Это методы, которые возникли еще на рубеже 19-20 веков. Одну из фотографий вы сейчас как раз видите на слайде. И идея этих методов, первых, оптического просветления, которые появились, заключалась в том, что на самом деле мы можем немножечко себе упростить жизнь, если пропитаем ткани нашего животного или блока, который исследуем, органическим растворителем с коэффициентом преломления, близким коэффициентом преломления ткани. Более того, в некоторых случаях, хотя это будет очень долго по времени, можно даже подкрасить наш объект таким образом, чтобы пораженные ткани были окрашены немножечко по-разному. Ну и, соответственно, картинка из того времени здесь как раз представлена. Однако, этот подход не решает некоторых проблем, которые у нас до сих пор есть. Мы не можем использовать, например, флюоресцентные красители. В органическом растворителе они, скорее всего, флюоресцировать не будут, им нужна водная среда, нормально. Кроме того, мы не можем здесь использовать метку. Мы не можем здесь использовать антитела, потому что они просто не смогут проникнуть через неразрушенные ткани животного на такую глубину. Ну и, конечно же, время, потому что для получения таких образцов здесь нужны месяцы, а то и годы. В чем же заключается проблема? Почему наши биологические образцы не настолько хорошо видны при обычных условиях, если учесть, что отдельные клетки, которых составляют, достаточно хорошо прозрачны? Те, кто работал с клеточными культурами, наверняка знают проблему, как сложно увидеть эти клетки в проходящем свете. Нам нужно использовать какие-то методы контрастирования и так далее, потому что на самом деле большинство клеток нашего организма прозрачны. Ну, если так вспоминать, что у нас непрозрачно. У нас есть мелноциты, у нас есть эпители, опять же, в сетчатке глаза, у нас есть красные кровяные тельца, ну, в общем-то, и все. Коллеги, у кого-то микрофон не отключен? Пожалуйста, проверьте у себя. Ага, спасибо. Тем не менее, не знаю, что клетки прозрачны. Есть разница коэффициента преломления между средой, в которой они находятся, и внутренние средовые клетки. Пример такого взаимодействия можно посмотреть на этом изображении. Предположим, что у нас есть полиэтиленовая пленка. И пленка сама по себе, естественно, является вполне себе прозрачной. И один слой пленки немножечко отражает цвет, но, в общем-то, через него можно все увидеть. С другой стороны, если эта пленка будет намотана на бобину, то понятно, что под этой пленкой мы ничего увидеть уже не сможем. С другой стороны, если мы теперь на слои между пленкой нанесем, скажем, воду, и коэффициент преломления у нас станет примерно одинаковым порядком, что эта часть станет практически прозрачной. Что мы сделали? Мы убрали с вами разницу коэффициента преломления между разными слоями. В случае, если мы будем говорить теперь о биологических объектах, и, например, возьмем какую-то структуру, у нас есть некая клетка, у нас есть некий внеклеточный матрикс, пускай там будет коллаген, то свет, проходя по этому направлению, будет претерпевать несколько случаев перехода из одного коэффициента преломления в другой, и на каждом из этих переходов будет происходить рассеяние света, то есть его потеря. Почему, собственно говоря, вот эта пленка выглядит белой? Она свет рассеивает. И у нас есть что-то, что находится в внеклеточном матриксе, пускай это будет, скажем, коллаген некий. У нас есть мембраны, которые очень сильно рассеивают свет, и понятно, что в клетке пучку света нужно много раз через такие мембраны пройти. Ну и на самом деле разные органеллы, персцеплазмы, ядро тоже немножко различаются по коэффициенту преломления. Таким образом, если мы сможем каким-то образом убрать вот эту разницу в коэффициенту преломления, то мы сможем с вами гораздо лучше визуализировать наш образец. Ну и первая идея, которая была реализована еще на рубеже 19-20 века, это использовать какой-то раствор, у которого коэффициент преломления, например, близок к мембранам. Либо подход более современный, 10 лет назад появившийся, это на самом деле эти мембраны растворить. То есть, вот у нас были мембраны здесь, у нас были мембраны здесь, и на всех них происходило значимое рассеивание света. После того, как мембрану убрали, или использовали жидкость с коэффициентом преломления близким к коэффициенту преломления мембран, гораздо большее количество света прошло через нашу клетку без значимого рассеивания. Уже ситуацию улучшили. Второе, что можно сделать. На самом деле, мы можем совместить эти два подхода. И убрать мембраны, и изменить теперь жидкость на некую среду с преломлением, например, вот таким, который близок к белкам, которые содержатся внутри клетки. То есть, тогда получается, что у нас, за исключением каких-то таких уже очень плотных включений, типа коллагена, например, не будет происходить значимого рассеивания света, и, в общем-то, через нашу клетку совершенно спокойно этот свет пройдет. Ну, а теперь, если у нас это возбуждающий свет, и на его пути где-то встретился флорохром. Понятно, что флорохром тогда у нас начнет уже излучать свет. Естественно, в большинстве случаев излучение флорохрома оно не направлено, на все стороны будет. Но, тем не менее, мы теперь можем разместить с вами этот препарат под обычным эпифлюризантным микроскопом. Это у нас освещающий свет. Это у нас флуоресценция, которую мы теперь можем, на самом деле, собрать с нашего препарата. Ну, и, понятно, дальше сформировать изображение. То есть, получается, что вот такое просветление, оно, во-первых, сделало ткани прозрачными. Во-вторых, дало нам возможность использовать обычный эпифлюризантный подход для визуализации каких-то меток. То есть, мы не всю структуру будем видеть, а только то, что мы захотели с вами пометить. Результаты, опять же, эта работа теперь, можно сказать, достаточно старая, 2013 года. Первые такие методы, которые позволяли уже активно с этим работать. Но результаты действительно выглядят до сих пор очень, ну, скажем так, показательно. В данном случае это мышь, это мозг, это гиппокамп. Ну, и посмотрите, чего им удалось добиться. Больше миллиметра во все стороны, блок ткани XYZ. Это отдельные оптические срезы. Это теперь можно их объединить, получится как реконструкция. И согласитесь, что информативность вот такого куска со всеми отростками и клетками гораздо более высокая, чем отдельные срезы. Мы могли не попасть, скажем, в плоскость среза где-то, иметь какие-то проблемы с тем, как наши клетки сориентированы в блоке, когда мы его резали и так далее. Здесь же, имея такую трехмерную уже структуру, представление нашего препарата, мы можем компьютеру, например, сказать, сделать виртуальный срез под другим углом. Так, чтобы интересующие нас отростки клетки точно попали в эту плоскость. Или посчитать клетки, но уже в трехмерном виде, избежав ошибки толщины среза. Понятно, что, в принципе, для биологии такой подход дает много преимуществ. Тем не менее, если мы хотим такой подход теперь создать, давайте представим, что у нас возникла возможность самим для этого подхода задать некое техническое задание, некие критерии. Что бы мы хотели? Ну, во-первых, мы бы хотели, чтобы мы могли целое животное целиком просветлить при возможности. Не всегда это возможно, но было бы прекрасно. Мы бы хотели, чтобы у нас сохранность на микроуровне была высокая, чтобы не было делокализации белков, чтобы все можно было потом посчитать. Конечно, нам бы хотелось, чтобы не было никаких геометрических искажений. Чтобы один миллиметр ткани после обработки остался одним миллиметром ткани. А не испытал расширение для разных частей ткани различное, которое не позволит, например, морфометрию производить. Хотя, вот здесь я должен сделать замечание, что в некоторых случаях расширение ткани нам может быть как раз полезно. Когда мы будем говорить о микроскопии расширяющей, которая позволяет получить сверхразрешение, она как раз будет использовать феномен расширения ткани при пробподготовке. Дальше. Нам бы хотелось, чтобы мы могли после получения нашего блока применить иммуногистохимию, иммунофлюоресценцию. То есть, пометить антителами, которыми все умеют работать, естественно, какие-то интересующие нас включения в нашем препарате. То есть, было бы идеально, если бы наш препарат стал такой книжкой-перекраской, чтобы мы могли, например, один раз покрасить при помощи иммунофлюоресценции, дальше при помощи, например, СДС, меркаптоэтанола, нагревания, чего хотите, метку снять и еще раз покрасить. Потому что тогда в идеале у нас бы получился некий препарат, опять же, в идеале вечный, где мы могли бы по необходимости докрашивать его разными антителами. То есть, например, посмотреть, если у нас набор из первых трех антител, первым тревым эпитопом, который нас интересует, потом отмыть, потом сделать набор из вторых, опять же, отмыть, третьих и так далее. В принципе, действительно, такие методы существуют, позволяющие перекрашивать до 20 раз пока что такой блок. Ну и, конечно, если у нас возникает возможность получить такую раскраску, хотелось бы теперь этот блок ткани хранить долго, в идеале вечно, ну, конечно, хотя бы больше года, чтобы при появлении новых биологических задач, при появлении желания посмотреть какие-то новые эпитопы, мы могли просто достать этот блок ткани из архива, уже обработанный, покрасить, отмикроскопировать, отмыться от антител, положить в архив до следующей необходимости. Конечно, было бы очень здорово, если бы эти методы позволяли еще какие-то дополнительные варианты окрашивания использовать, потому что иммуногистохимия, это, конечно, все прекрасно, но в некоторых случаях нас могут интересовать и другие вещи. Например, нас может интересовать распределение матричных РНК или распределение каких-то фрагментов на ДНК. То есть, если могли бы здесь сделать фиш, провисентную инситу гибридизацию, либо инситу ПЦР, это было бы прекрасно. Ну и то, что важно для России, для других стран, менее, конечно, важно, это желательно, чтобы в этом методе не было дорогих экзотических реактивов, не надо было какого-то дорогого экзотического оборудования, ну, в общем, чтобы могли использовать то, что у нас уже имеется в лаборатории и так. Понятно, что идеального метода, который решил бы все эти задачи, конечно же, не существует. С другой стороны, есть несколько методов, которые подходят к решению большей части этих задач. Ну и такая небольшая историческая ретроспектива, один из первых методов удачных, который использовался, так называемый скейл, дальше появились его всякие модификации, скейл Э2, скейл И, ну, в общем, много чего дальше изменяли. И это метод, который как раз-таки использовал изменение коэффициента преломления среды, в которой заключен препарат. Вот пример мозга, который был подвергнут оптическому просветлению за счет того, что среда, в которой она теперь заключена, имеет такое же преломление, как липида. Вот пример целого эмбриона мыши. И раствор, который используется для такого подхода, крайне примитивный. Это мочевина, это глицерин и это тритон-Х сотый, то есть те вещества, которые есть практически в любой лаборатории. Опять же, с исторической точки зрения, это один из первых методов, 2011 год. Метод хорошо работает и на толстых срезах, например, вибротомных. Для примера, здесь трансгенная мышь, у которой желтофлюрезентным белком покрашены клетки, которые будут находиться в белом веществе. И в правой колонке находится изображение проходящего света и флюоресценции, когда этот срез находится просто в фосфатном буфере в течение пяти дней. А вторая колоночка, которая здесь приведена, это обработка вот этим раствором. И посмотрите, со временем, естественно, происходит замещение воды и других жидкостей на вот эту вот нашу мочевина, глицерол и глицерин и тритон-Х сотый. Увеличивается прозрачность наших образцов. И, естественно, происходит некоторое увеличение размеров линейных. Но все-таки можно считать, что увеличение линейных размеров здесь более-менее линейно. То есть, ну, как бы весь блок одинаково расширяется. Нету каких-то мест, которые больше сжимаются, больше расширяются. Так что, в принципе, это не так уж и плохо. Более того, на самом деле, если у нас ткань немножечко расширилась, то мы можем получить с нее чуть-чуть больше разрешения. Потому что разрешение у нас с вами ограничено нашим микроскопом, дифракционным пределом. Ну и в идеале составляет примерно в лучшем случае ультрафиолетовое возбуждение, синее свечение, объектив числа в апертуре 1,43, например. Ну, порядка 200 нанометров. А теперь представьте, если у нас ткань в два раза стала больше. Это означает, что при том же самом ограничении оптического микроскопа в 200 нанометров, у нас теперь на самом деле вот эта точка в 200 нанометров, это после расширения 400 нанометров. То есть, получается, что мы можем заодно получить еще и увеличение небольшое разрешения нашего препарата. Но какие есть недостатки? Так мы используем мочевину, понятно, мы не можем использовать здесь никакие антитела, потому что они просто будут дентурированы, они не найдут своего эпитопа. У нас никакой иммунки постфактум с этим препаратом сделать нельзя. То есть, это только для животных, которые трансгенно модифицированы, и у них есть какие-то эндогенные флуоресцентные красители, белки или, соответственно, каким-то другим образом все это помечено. Вторая проблема – это, соответственно, невозможность долго хранить образец в таком растворе, все-таки это дентурирующий раствор, и образец будет дальше расширяться, будет теряться уже его флуоресценция. Ну, в общем, к сожалению, хранить ткань здесь долго особенно нельзя. Суммируем. Возможность просветления крупных блоков мы с вами получили. Да, мы можем с вами просветлить, вы видели, целый эмбриончик мыши, то есть, ну, примерно около одного сантиметра кубического уже возможно. Никаких дорогих экзотических веществ нету. Мочевина, глицерин и тритонных соты есть в любой лаборатории. Ну, правда, обработка достаточно долгая, то есть, это, ну, неделя. Нужно, чтобы хорошее просветление было. Следующий метод слегка модифицировал первый подход. Метод называется методом Кьюбик. Сейчас уже есть его, по-моему, уже даже чуть ли не третье поколение. Идея этого метода в том, что после того, как мы отмылись от некоторого количества липидов, и после того, как мы использовали реагент, очень похожий на предыдущий, у нас также мочевина, ну, правда, 25%, у нас также тритонных соты, ну, добавился вот этот вот экзотический уже, правда, компонент, который позволяет частично избавиться еще от липидов. Дальше мы промываем от этого раствора наш блок. Он опять становится не такой прозрачный, как был. Почему? Коэффициент преломления буфера, в котором мы промываем, коэффициенты преломления, в данном случае, нашего объекта, они, естественно, теперь опять различаются. А для того, чтобы микроскопировать наш блок, мы используем второй раствор с другим составом. Здесь сахароза, для того, чтобы коэффициент преломления сделать похожим на тот, который нам нужен. Здесь еще одно, к сожалению, экзотическое вещество, здесь мочевина и тритонных соты. То есть, заключением двух веществ, все остальное у нас вполне доступное. И этот метод решил проблему расширения блока, потому что при микроскопировании в этой среде, как видите, размер нашего блока примерно такой же, как был до обработки, сразу же после фиксации. Плюс мы получили лучшее просветление, можем глубже с вами смотреть. И последний момент, который здесь появился, то, что, на самом деле, как ни странно, сохранность некоторых коэффициентных красителей оказывается лучше при такой обработке, чем при обработке предыдущим методом. То есть, в принципе, можно, ну, скажем так, лучше увидеть вашу метку. Суммируем, что может сделать этот метод. Можем сантиметры ткани просветлять, здесь все прекрасно. Сохранность микроматериала, конечно, не очень хорошая. Почему? Мы все-таки с вами используем дентурирующие очень сильные условия. И после того, как мы вымыли липиды, белки, естественно, если они нехорошо прификсированы, будут немножко менять свою локализацию. Геометрические искажения. Мы нельзя сказать, что полностью устранили, но, скажем так, уменьшили их воздействие. Сохранность ткани у нас стала лучше. Мы можем теперь отмыть ее и оставить ее, например, в фосфатном буфере. Хранить на плюс 4 градусов с добавлением какого-нибудь компонента, чтобы бактериального роста особого на нем не было. И в дальнейшем, при необходимости, эту ткань в течение года можем еще раз посмотреть. Однако, пометить мы ее дополнительно не можем, и все остальные проблемы у нас остались. Ну и метод, который на самом деле дал начало бурному использованию именно методов оптического просветления, это метод Clarity. Опять же, сейчас уже можно сказать, что это метод достаточно древний. Это примерно 2014-2015 года, когда активно этот метод начинал использоваться. Есть целый ресурс ему посвященный. Вот такой Clarity Resource Center.com. Можно посмотреть все протоколы, как с ним работать и так далее. Но в двух словах, проблема, которая у нас была. У нас раствор все-таки был неводный, а денатурирующий еще к тому же, да еще использовалось достаточно большое количество других веществ. То есть мы не могли использовать иммуногистохим, иммунофлюоресценцию. Если мы вымыли липиды, понятно, что белки даже после фиксации у нас будут все-таки делокализоваться. Что придумали в этом методе? Мы можем сделать внутри нашего препарата гель и пришить наши белки интереса к этому гелю. И тогда, если у нас внутри препарата образуется вот такая многомерная, скажем так, макромолекула одна большая, то теперь, если мы будем вымывать липиды, у нас не будет происходить потери этих белков. То есть мы можем совершенно спокойно с вами теперь избавиться от всех липидов целиком. У нас получился вот этот блок геля, с которым мы дальше можем с вами спокойно работать. Таким образом, первая часть – это создание геля. Ну, все делали полиакриламидный гель, когда делали электрофорез. И, как вы помните, там добавлялось в виде веществ, которые инициировали полимеризацию. Это был тимет и это был ЭПСИ. ЭПСИ и тимет, они сразу начинают генерировать свободные радикалы, и поэтому происходит сразу же формирование геля. К сожалению, этот подход здесь не применим. Почему? У нас мономеры еще в ткани не проникли. И если мы будем таким гелем ткань заливать, вокруг нее будет прекрасный гель, внутри ткани никакого геля не будет. Что придумали авторы вот этого метода Clarity? Мы используем с вами обычно фиксацию формалини. Ну, формалин можно использовать как кросслинкер, ту часть, которая может пришить наши белки не только друг к другу, но и к гелю. В качестве мономера используется акриламид. В качестве инициатора вот здесь используется вот такое интересное вещество, которое называется сокращенно ВА040. Я не буду полное название говорить. Идея этого вещества, что пока у вас плюс 4 градуса, оно не генерирует свободные радикалы. То есть не происходит образование геля. Если вы нагреваете водный раствор этого вещества до, скажем так, 37 градусов, то он очень быстро, это вещество разлагается с образованием как раз-таки свободных радикалов. Что это нам дает? При плюс 4 градусах мы можем долго... Будьте здоровы, у кого-то не отключен микрофон. Проверьте, пожалуйста. Кто микрофон не отключил. Значит, получается, что мы теперь можем пропитать наш образец мономерами. Мы можем подождать так, чтобы мономеры хорошо дефундировали внутри образца. И после этого мы с вами можем наш образец просто нагреть до 37 градусов. Так как у нас мономеры уже внутри образца находятся, в нужных местах, то, собственно говоря, нагрев до 37 градусов прямо по месту образует вот такую вот разветвленную сеть, где наши белки оказываются пришиты полиезином к метиленовому мостику, который пришит к акриламиду, который пришит вот в такую вот разветвленную сеть уже гидрогеля. Теперь мы можем при помощи жесткой обработки СДС, перенасыщенный можно раствор практически использовать, либо даже можем использовать для того, чтобы быстрее убрать липиды, электрофоретическую конструкцию, то есть поместить этот блок в электрофоретическую камеру. СДС у нас с вами заряжен, и так как мы используем его в концентрации, достаточно для формирования мицелл, то понятно, что эти мицеллы будут захватывать свой состав и липиды мембран. И таким образом, если мы теперь будем использовать электрофоретическую очистку, то заряженные у нас такие мицеллы с липидами, включенными из мембран, будут двигаться в сторону одного из электродов. Что позволит нам, в принципе, из ткани очень быстро липиды удалить. После этого мы получаем вот такой вот гидрогель с тканью, гибрид, то есть, по сути дела, просто кусок геля. И мы можем после отмывки от СДС использовать ему намечение. Мы можем использовать первичные антитела, можем использовать вторичные антитела. Более того, как показано, что здесь даже не нужно блокирующего раствора, потому что, в принципе, практически нету мест, где возможно неспецифическое взаимодействие. Еще один плюс. Некоторые антитела, которые не работают для гистологии, в данном случае будут работать. Антитела, например, для вестернблота, да, они чем отличаются? Они распознают именно лионизированный уже белок, когда у него уже нет вторичной структуры, и тогда есть какие-то эпитопы, которые это антитело может распознать. В случае гистологии, если у нас белок все-таки имеет какую-то вторичную структуру, очень часто бывает, что антитела, которые у нас вырабатываются, особенно некоторые поликлональные, распознают участки, находящиеся именно на вот этой структуре уже белка, что, скажем так, ограничивает их применение. А антитела, которые могли бы использоваться, вот здесь у нас в случае вестернблота, и замечательно на нем работающие, могут не работать на гистологии, потому что эпитоп может просто быть где-то внутри нашего белка. Ну, соответственно, после такого разворачивания белков СДС, понятно, их дентурируют очень хорошо, плюс они теперь в геле. У геля достаточно большие промежутки, чтобы сюда могло антитело проникнуть. Блок у нас становится несколько больше. Мы можем использовать в том числе и антитела, которые предназначены для вестернблота, во многих случаях они работают. Значит, мы с вами покрасили нашу ткань. Например, сделали непрямое ему намечение. Антитела у нас первичные и вторичные использованы, с флуорохромом. Ну и дальше, после того, как мы это с вами сделали, мы можем совершенно спокойно пойти на микроскоп, визуализировать этот блок. К сожалению, если блок большой, если мы говорим о, скажем, толщине блока больше 100 микрон, возникают некоторые проблемы с микроскопированием, о котором я расскажу. И есть возможность их обойти, даже на имеющемся оборудовании. Ну, в принципе, если будет закуплено оборудование, которое мы рассказывали на первой лекции, то эта проблема у нас будет решена полностью. А после этого можно эти антитела с нашего образца на самом деле убрать. Можем использовать тот же самый раствор с СДС для того, чтобы денатурировать антитела и вместе с хлорохромом их из нашего геля просто смыть. Мы можем еще раз вернуть теперь наш образец на этап иммуномечения, покрасить другими антителами на другие какие-то эпитопы, опять же, сделать визуализацию этого образца. Ну, единственное, могу сказать, что в моих руках блок не выдерживает больше одной перекраски. Гель очень мягкий, и после второй перекраски он уже так хорошо начинает разрушаться. То есть, третья перекраска – это уже очень значительная, ну, скажем так, потеря морфологии той ткани, которая раньше была перед заключением в блок. Таким образом, метод Clarity очень хорошо позволяет нам решить многие проблемы. Конечно, можно использовать просветление небольших препаратов, например, вибротомных срезов, без всяких ухищрений, без необходимости электрофоретической очистки. Ну, если вы работаете с большим блоком, например, целый мозг мышки-крыски или какой-то блок мозга более крупного животного, тогда, конечно, необходимо будет использовать электрофоретическую очистку. И, в принципе, есть, конечно, уже коммерчески доступные такие приборы, но можно это сделать самим. На том же сайте, о котором я говорил, Clarity Resource Center.org, есть инструкция по изготовлению вот таких вот камер. Вы можете использовать стандартный блок электрофоретический для питания. Единственное, что вам понадобится, вам понадобится насос, вам понадобится холодильник, потому что понятно, что в случае электрофореза будет эта жидкость нагреваться, ее нужно будет остужать, ну и нужно, чтобы эта жидкость достаточно быстро через этот наш блок, где она находится, протекала, потому что иначе просто у нас нагреется с вами наш образец, ну и, собственно, где будет повреждение. Самая большая проблема для того, чтобы сделать такую камеру самим, это платиновая проволока. На самом деле, если будет интересно, расскажу, как ее можно физическому лицу купить. В принципе, это все на самом деле возможно. Ну, опять же, в некоторых лабораториях платиновая проволока просто имеется. Она не расходуется, то есть потери ее особой не будет. В случае, если мы используем электрофоретическую очистку, во-первых, можем теперь работать с крупными блоками, целый мост, например, мыши, во-вторых, мы сокращаем всю очистку до 3-4 дней, потому что в случае очистки на комнатной температуре или даже на 37 градусах такого блока это пройдут месяцы, прежде чем блок будет полностью очищен, его можно будет использовать. Есть усовершенствование этой модели, когда блок, мало того, что у вас находится в электрическом поле, еще вращается. Таким образом, очистка происходит еще быстрее. В принципе, можно такую камеру сделать самим. Мы такую камеру печатали на 3D-принтере для работы. И тогда очистка, опять же, те же самые 2-3 дня всего занимает, но блок очищается гораздо лучше и в центре, и по краям. И более того, можно использовать меньше именно чистящего раствора, который будет находиться только в центральной части камеры, а не использоваться в качестве электролита. Меньше расход СДС, который все-таки достаточно дорогостоящий. Ну и, в принципе, есть другие тоже преимущества, которые с этим связаны. Тем не менее, если вы будете делать такой образец, конечно, выглядеть это будет немножко страшно. Вот эта камера, которую мы сделали. У нас не было, к сожалению, блока питания в лаборатории, поэтому нам пришлось сделать свой блок питания. Ну, дальнейшая часть здесь... Много напутанных проводов. На самом деле, вот это вот управляет шаговым двигателем, который крутит образец внутри этой камеры. Эта часть, это питание шагового двигателя, чтобы можно было менять скорость, и, соответственно, питание вот этих двух насосов. Ну и последняя коробочка, и к ней, соответственно, мониторчик, это напряжение и ток, который протекает через нашу электрофактическую камеру. То есть, в принципе, конечно, все это можно сильно упростить. Не обязательно, чтобы это выглядело так страшно и сложно. Что получается с такими методами? Я, опять же, уже эту картинку показывал, еще раз подемонстрирую. Это из первой статьи с использованием этого метода, когда они смогли сделать этическое просветление блока мозга мыши, где был хорошо визингипак. Ну, понятно, что качество здесь вполне достойное. Что еще можно показать по этому методу? Например, просветление полностью блока мозга с меткой проекционных нейронов. Ну, понятно, что есть некоторые белки, которые только в нейронах работают, есть некоторые белки, которые специфичны для определенных субпопуляций нейронов, и в данном случае для проекционных нейронов у мышки есть вот такая метка. Здесь действительно видна и моторная осуществляющая гора, и видны тракты, в данном случае пирамидные, и видно, как идут от этих нейронов, в том числе и коллатерали, в том числе и в другое полушарие, и в мозжечок. Ну, в общем, мы смогли с вами таким образом визуализировать целиком всю популяцию TI1-позитивных нейронов. Если говорить о том, что у нас получалось, большой блок я показывать не буду, я покажу из этого блока просто качество сохранности ткани, небольшой участочек. Как видите, нейроны сохранны со всеми отростками. Это уже то, что получено в нашей лаборатории. Более того, здесь есть метка МАП-2, это то, что внутри клетки находится. А вот эти вот красненькие точечки – это один из кольцесвязывающих белков, которые находятся, например, в синаптических контактах. То есть, в принципе, вот эти отдельные красные точки, которые здесь видны, это некие синапсы, которые могут эти клетки организовывать. Ну, опять же, оговорюсь, что это небольшой кусочек из большого блока ткани, чтобы просто показать возможное качество, которое можно получить при помощи этого метода. То есть, вы получаете и достаточно объемный образец, ну и сохранность, в принципе, вполне нормальная. Это получено на обычном нашем конфокальном микроскопе, без всяких ухищрений, даже не двухфотонный режим. То есть, в принципе, все для работы методом Clarity у нас имеется. Я не буду подробно останавливаться на других работах. Есть возможность пометить, на самом деле, не только белки, но и некоторые метаболиты, некоторые аминокислоты. Можно пометить, например, дефамин, синтезирующие клетки. Ну, в общем, тут достаточно много возможностей. Применим этот метод не только для животных, но и для тканей растений. Единственное, что у тканей растений есть, кроме липидов, еще одна проблема – это клеточная стенка. Но у нас, к счастью, есть достаточно хорошие наборы из ферментов, которые позволяют клеточную стенку разрушить. После этого можно использовать этот же метод для работы с тканями растений. Ну, при обработке еще теряется флюисценция хлорофила, так что здесь тоже все очень неплохо. Метод для работы с растениями называется Pia Clarity, потому что первое, что они сделали, это был у них горох. Ну, и еще одним достоинством этого метода является то, что можно теперь метить не только метаболиты, не только белки, но и можно делать с определенной модификацией, которая называется ADC Clarity, можно делать ин-ситу гибридизацию на РНК. В данном случае, опять же, ткань мозга. И после воздействия на один из транскриптов, здесь вот он помечен зондом зеленым, видно, что в случае одного из воздействий экспрессия этого, этой матричной РНК, сильно возрастает в определенных местах. Таким образом, этот метод позволяет решить очень большое количество проблем. Ну, на самом деле, из сложности у нас осталось только три, и проще перечислить как раз недостатки. Некоторое количество геометрических откажений все-таки есть. Вы видели, ткань увеличивается слегка в размерах. Но это заодно и позволяет антителам хорошо проникнуть внутрь. К сожалению, многократно метки мы снимать не можем. Ну, говорю, что в моих руках это один раз получилось перекрасить. То есть, статья, которая говорила о такой возможности, говорила о... ...сделать, после чего препарат достаточно сильно разрушается. Опять же, если заниматься только этим методом, наверное, это возможно. Последняя проблема, которая у нас осталась, это все-таки присутствие некоторого количества, ну, скажем так, экзотических веществ. Они не ядовитые, но тем не менее, вот этот вот инициатор VA044, если кому-то захочется делать метод Clarity, некоторым количеством этого инициатора я могу поделиться. Но в остальном из оборудования это электрофилактическая камера, если собираетесь работать с крупными образцами. С маленькими образцами, конечно, такой проблемы нет. Можно делать пассивное просветление. Понятно, что метод Clarity всем хорош, но, естественно, дальше пошло развитие методов близких к нему. И следующий метод, который позволяет здесь решить некоторые проблемы, например, с увеличением блока после обработки, это так называемый метод Switch. На самом деле, та же самая группа, которая Clarity его разрабатывала, поэтому есть очень много похожего между этими двумя методами. И этот Switch используют, как ни странно, для фиксации блока глютаровый альдегид. Понятно, что глютаровый альдегид для оптической микроскопии не самое лучшее вещество, хотя бы потому, что оно очень хорошо флюоресцирует. Это первая проблема. Вторая проблема. Глютаровый альдегид очень хорошо фиксирует ткань снаружи, за счет чего он не может проникнуть внутрь ткани. То есть, получается, что вы положили, скажем, блок ткани, глютаровый альдегид зафиксировал полмиллиметра по периметру ткани, и все. Внутри ткани, естественно, все автолитические процессы будут продолжаться. В принципе, можно решить эту проблему, как оказалось, очень элегантным способом. Взаимодействие глютарового альдегида с тканью очень сильно зависит от pH. И в случае, если мы возьмем кислые значения pH, pH3 для ткани не так страшно, у нас ткань уже не живая. То окажется, что глютаровый альдегид в данном случае не способен ткань фиксировать, но способен проникать в нее, дефундировать внутрь. И получается, что при таком pH у нас мономера нашего глютарового альдегида внутри ткани очень хорошо расположена. А дальше мы можем с вами просто заменить буфер на буфер с pH нейтральным, например, 7, через, скажем, 2-3 дня, и с температурой здесь, чтобы это все было получше, скажем, плюс 4. Поставить здесь на день на 2, с pH 7. И те мономеры, которые уже оказываются внутри ткани, по месту же ее и зафиксируют. То есть у нас получится такой гель за счет плотной шивки белков, но мы не добавляли никаких дополнительных веществ, которые, собственно говоря, в виде мономеров этот гель образуют, кроме нашего фиксирующего агента. У глютарового альдегида, видите, 2 группы есть, которые он может эту фиксацию обеспечить, поэтому шивка белков достаточно хорошая получается. Что это нам дает? А это нам дает возможность теперь профиксировать ткань целиком и снаружи, и внутри. Почему метод называется свитч, понятно. Мы по желанию выключаем возможность фиксации блока при помощи глютарового альдегида, дожидаемся необходимой диффузии мономеров, а потом включаем фиксацию в тот момент, когда мономеры уже внутри ткани находятся. Здесь очень хорошо видно, что если мы возьмем с вами блок, который мы без подхода свитч просто в глютаровом альдегиде зафиксируем, то если мы теперь его перенесем в фосфатный буфер, после дня отмокания в фосфатном буфере мы получим вот такую картинку. Очень большая часть ткани просто потеряна, потому что она не зафиксировалась. В случае метода свитч, вот наш блок, мы перенесли его в фосфатный буфер, но и как видите, ни размера, ничего не изменилось. У нас оказывается эта ткань хорошо зафиксировала и снаружи, и снутри. Это первая часть их решения. Вторая часть их решения. Так как у нас блок уже очень хорошо зафиксирован, то у нас нету в данном случае сложности с экстракцией липидов. Мы можем очень жестко экстрагировать липиды, например, взять плюс 60 градусов Цельсия, можем взять вот этот самый же наш содиумалурелсульфат. Единственное, добавив сюда некоторые вещества, которые будут противодействовать термальному разрушению как самого СДС в растворе, так и окислению наших оставшихся пептидов внутри нашей ткани. Что они получили при этом методе? Во-первых, вот варианты просветления при 37 градусах мышиный мозг. Опять же, те же самые 12 часов просветления уже достаточно неплохое. И при повышенной температуре с использованием веществ, которые будут препятствовать, скажем так, побурению ткани, окислению. Если 80 градусов будем использовать, посмотрите, то за буквально одну неделю можем получить полностью просветленный образец. Вторая неделя он лучше уже просветляться не будет, но еще не темнеет. Но если мы не будем использовать вот это вещество, которое позволяет убрать окисление белков из омско-осмого СДС, то есть в 2 недели у нас начнется вот такое вот затемнение образца. Поэтому, в принципе, применимость этого метода очень хорошая. Можно не только с мозгом работать, с человеческим мозгом, они тоже показывали, с мозгом других животных, с легкими, с почкой, с сердцем, у них была еще печень, спиной мозг, спиной мозг крысы. Посмотрите, полностью просветлен такой целый блок, с которым можно работать. Таким образом, просветление здесь достигается очень легко. Опять же, вы можете его еще увеличить, если поместите теперь ваш блок, уже без липидов, в какой-то раствор с коэффициентом преломления, близким к белкам. Ну, скажем, хотя бы глицерин, но лучше специальные растворы. Тогда вы сможете вообще убрать разницу коэффициента преломления, то есть блок будет совсем-совсем прозрачен. Раствор, с которым мы работаем, естественно, раствор водный. И, в принципе, если мы теперь отмоемся, опять же, от СДСа и приложим некоторые усилия, мы можем пометить наши блоки при помощи антител. Проблема, правда, которая возникает при таком иммуномечении. В отличие от Clarity, у нас не происходит расширение ткани. То есть, в случае Clarity у нас была исходная ткань. После того, как мы с вами расшили ее, убрав липиды, она немножечко увеличилась. И вот этих вот отверстий в гелях хватает, чтобы сюда могли наши антитела проникнуть и найти свои белки. В случае же свеча достоинство в том, что блок не меняет своих размеров при обработке. Но понятно, что антителам тогда проникнуть туда несколько сложнее. Не то, чтобы они не могли, но нужно больше времени. Но проблема, которая возникает, в случае, если у нас блок пропитывается, то с двух сторон, с которых эта пропитка будет происходить, все антитела найдут свои питопы, сядут, и внутри блока практически ничего не пройдет. Опять же, метод SWITCH, который они придумали, нам позволит работать и здесь. Если у нас будет небольшое количество СДС, недостаточного для формирования мицелл, то антитела не смогут находить так хорошо свои питопы и опять же смогут внутри блока уже диффундировать. То есть у нас наши антитела будут внутри блока, но еще не нашли свои питопы и не пришились. Ну, естественно, снаружи они тоже есть. После этого мы меняем буфер на буфер без СДС. Ну, и понятно, что, скажем, 20-кратный объем буфера, чтобы остаточный СДС вымылся из блока. И все антитела, которые уже находятся внутри блока на определенных местах, просто находят свои питопы. И вторая картинка вот здесь – это тот же самый блок ткани, который обработан уже этим методом SWITCH. И здесь мы с вами можем наблюдать, что этот блок хорошо окрашен как снаружи, верхние срезы, так и внутри. То есть окраска, она, в принципе, получилась равная. На самом деле, по своему опыту скажу, что этот метод можно не только использовать для методов просветления, но и для окраски просто толстых срезов. Потому что очень часто бывает, если делать, например, гибротомный срез 50-60 микрон, точно так же окрашивается у него после иммунофлюоресенции, только верхняя и нижняя часть. Как ни странно, использование такого же подхода SWITCH, конечно, приводит к большему расходу антител, никуда не денешься. Зато позволяет окрасить такой блок не только сверху, снизу, но и внутри. То есть, в принципе, применимо не только здесь. Чем еще этот метод оказался хорош? На самом деле, такая шивка при помощи глютарового альдегида, она очень плотная. И блок можно перекрашивать многократно. В их статье они перекрашивали блок 20 раз. То есть, это первая перекраска, вторая, третья, четвертая и так далее. И посмотрите, для сравнения, они сделали нам несколько перекрасок одним и тем же. То есть, мы можем посмотреть, например, парольбумин тот же самый, что он не изменил своего отношения между первым и последним разом. Таким образом, в принципе, опять же, по их данным, 20 раз можно перекрашивать. У меня, к сожалению, не было такого набора антител. Четыре перекраски блок выдерживает. И более того, остается дальше еще, в общем-то, нормальное состояние. Кроме этого, результаты, которые можно получить, которые они получили в своей статье, выглядят весьма впечатляющие. Это спинной мозг после перерезки. Это восстановление после перерезки спинного мозга, соответственно, аксонов. И в данном случае весь спинной мозг мыши целиком был просветлен. Здесь есть метки, как, собственно говоря, клеток, которых интересовали со всеми отростками, будет зеленая, так и миелина. Здесь видно и место, где была перерезка, ну и, соответственно, их интересовала именно регенерация в данном случае. Сейчас попробуем найти, где-то у них был участок. Здесь, наверное, чуть-чуть дальше. Да, вот он хорошо здесь виден. Участок вот здесь вот. Где была перерезка. Достаточно большой объемный блок, достаточно хорошо можно все это визуализировать. Ну и, опять же, попробуем подвести итог этому методу. Тут проще сказать о недостатке этого метода. Единственное, недостаток этого метода, который есть серьезный, это пока что не показана возможность использования этого метода для дополнительных исследований, для институт гибридизации, для институт ПЦР и так далее. Не знаю, просто, может быть, никто не пытался делать, но вот их нет. Таким образом, у нас осталась необходимость как-то методы сравнить. Табличку эту я делал 4 года назад, и тогда она была вполне адекватной. Мы в лаборатории пробовали 3 метода, на самом деле. И действительно, лучшие результаты мы получили с последними двумя, с Clarity и со свечом. Понятно, что для свеча вообще никаких не нужно экзотических реактивов глютаров-альдегид. Единственное, он должен быть свежим, он не должен быть пожелтевшим. И, в принципе, для визуализации можно использовать, например, тюдиэтанол, это, наверное, единственное из, ну, скажем так, не очень легко доступных веществ. Но можно, смотрите, в обычном глицерине, будет чуть-чуть похуже качество, но тоже возможно. Однако за последние 5 лет зоопарк методов, которые теперь можно использовать для просветления, очень сильно возрос. Ну, вот несколько методов просто для примера. И на самом деле есть очень хороший обзор. Вот ссылка на него, который, ну, скажем так, описывает современное состояние этих методов. Мы с вами поговорили только о Clarity. И мы с вами поговорили о свече. Это касается методов, которые формируют гель внутри ткани. Более того, мы немножечко с вами поговорили о методе диска. И здесь еще где-то был, ну, почему мы поговорили о первоначальнике вот этих методов. И мы с вами поговорили о вот этом методе. На самом деле, как видите, их гораздо больше. Вот кубик еще был у нас. И на самом деле можно даже их немножечко классифицировать. То есть, например, можно взять методы, которые используют органические растворители. И посмотреть, что, например, метод Pegasus, да, он будет использовать вот эти три вещества. Метод, например, диска будет использовать вот эти вещества. Вариант диска плюс будет использовать, скажем, вот эти вещества. И так далее. Если говорить о методах уже более интересных для нас, это методы трансформации ткани. То вот наш Clarity с разными его вариантами. Естественно, сейчас более современный его вариант. Это метод PACT. Есть еще FastClear. Ну, здесь, к сожалению, это тригидрофоран, который у нас является прикурсором. Есть SCM, который теперь использует, в общем-то, некоторые вещества дополнительные. Ну, и свитч, о котором я говорил, тоже здесь, в общем-то, используется очень часто. Опять же, я не буду останавливаться более подробно на всех этих методах. Обзор, к которому я вас отсылаю и могу эту статью, если хотите, потом в чат поместить, приведен ссылка на этот обзор ниже. Но кроме проблемы визуализации крупных блоков, вторая проблема, которая у нас с вами есть, это необходимость получения высокого разрешения с наших препаратов. И помните, один из методов давал очень интересный артефакт. Наш блок примерно в два раза увеличивался в размерах. И на самом деле это можно попробовать использовать. Около восьми лет назад появился метод, который назывался 4X Expansion Microscopy. Микроскопия расширения четырехкратного ткани. Представим, что у нас есть некие группы белков, которые на обычной конфокальной микроскопии с хорошим разрешением видны вот так. Если мы теперь ткань в четыре раза сделаем больше по всем направлениям, то вот теперь на том же самом конфокальном микроскопе снятая нами часть. Видно, что здесь уже эти белки не являются колокализованными, потому что из этой картинки могли бы сделать вывод, что есть частичная колокализация. Ну и то, что они распределены. И вариант микроскопии, о котором я хочу сегодня рассказать, это десятикратная микроскопия расширительная. Расширительная, наверное, так можно на русский Expansion Microscopy перевести, где мы можем увидеть, что на самом деле эти два белка более того еще разделены синаптической щелью. То есть в данном случае, если мы снимаем при тех же самых 300 нанометрах, то разрешение, которое мы можем получить, будет, ну скажем так, примерно 30 нанометров или даже меньше. Более того, так как у нас это обычный микроскоп, конфокальный или флюоресцентный, как хотите, мы можем использовать дополнительные методы сверхозрешения. Можем, например, сделать с вами, использовать тот же самый стед. Получить уже от этого разрешения еще улучшение. Мы можем улучшить контрастность этого метода, используя деконволюцию. Мы можем, на самом деле, любые другие методы тоже применить. Про саму статью. Она очень хорошая. Я могу, опять же, ее поместить в чат, если захотите. Очень подробное описание методики, как добиться такого расширения ткани, каким образом, какие химические вещества для этого нужны. Ну и, пользуясь, так сказать, положением, в данном случае, так как мы планируем тоже отработку этого метода, если кто-то в этом будет заинтересован, то можем скопироваться в закупке реактивов, чтобы как-то разделить эту нагрузку между собой. Значит, каким образом метод этот работает? Во-первых, результаты, чтобы не быть голословным, что действительно разрешение здесь улучшается. Вот картинка, снятая в обычном конфокальном микроскопе авторами статьи. Вот картинка соседнего участка, снятая после расширения. Вот, соответственно, такой участочек, который можно получить. И если теперь посмотреть на отдельный синаптический контакт и использовать иммунофлюоресценцию на три белка, сейчас расскажу, что это за белки, то мы видим, что на самом деле между ними достаточно хорошее расстояние. Это уже блок ткани после расширения. Ну, о белке, о которых мы говорим, это белки метки пре-пост синапса и рецептора глутамата. То есть, то, что мы видим, это, по сути дела, то, что мы можем считать равным мембране одной клетки, мембране другой клетки и трансмембранным рецептором, находящимся на мембране второй клетки. Для этого квадратика они построили графики яркости. И здесь видно, что распределение перерецептора, ну, вот такое, какая-то часть рецептора может оказаться в синаптической щели, но большинство из них находится на мембране клетки, помеченном вот этим вот красным, в данном случае флорохромом. Ну, и вторая часть, она достаточно далеко отстоит, вот она зеленым помечена. То есть, мы можем с вами за счет расширения десятикратного ткани получить разрешение порядка 20-25 нанометров в пределе, ну, на самом деле 30 в идеале, на обычном оптическом микроскопе. Будь то конфокальный микроскоп, будь то обычный флорисетный микроскоп. Можем применить, как они для этой картинки сделали еще деконволюцию. И, на самом деле, в некоторых случаях вообще получить, что отдельная точка – это отдельная наша метка. Белки, о которых я говорил, чтобы не быть голословным, это белок метка в данном случае ксона. Бассон, вот это зеленый белочек. Второй белочек у нас был, тот, который синий, это рецептор глутамата, он вот здесь посидел. И, соответственно, третий белочек, который называется гомер, вот он здесь, это метка, соответственно, постсинапса. То есть мы с вами смогли на оптическом диапазоне разрешить вот такую микроскопическую структуру. Как этот метод работает и с чем он совместим? Ну, идея точно такая же. Нам нужно наши белки каким-то образом пришить к формирующемуся гелю. И после того, как гель сформирован, его каким-то образом заставит расшириться. И если мы на этом этапе сможем еще частично переварить белки, таким образом у нас метка уже есть, то есть переваривание белков проблемы с потерей метки не вызовет, но позволит этой ткани теперь равномерно расшириться. Потому что, согласитесь, если есть у нас какие-то белковые включения, то при расширении геля, если мы их не порезали, они будут какую-то часть ткани заставлять меньше расширяться, чем окружающие. Ну, соответственно, ткань может просто порваться, не выдержать такое. Что они еще сделали? Они проверили, какие флуорохромы можно использовать с их методом. То есть с обработкой мономерами, с полимеризацией, с ферментом, который должен, в принципе, разрушать частично белки. И оказалось, что практически все флюисцентные белки мы можем использовать, но флюисцент их очень сильно падает. То есть тогда нужно к ним уже метку делать иммунную. А для флуорохромов органического происхождения, например, тех же самых АЛЕКС, все хорошо за редкими исключениями. То, что они точно не рекомендуют использовать, это, к сожалению, очень удобный флуорохром АЛЕКСа 647. Там есть некоторая проблема с химией при сшивке вот этих вот полимеров. Эта молекула частично тоже туда присоединяется, теряя очень большую часть своей флуоресценции. Остальные, как видите, у флуорохромов вполне себе хорошо после этого еще работают. Формально я уже говорил, что есть два варианта такой микроскопии. Достаточно древний, три года назад появившийся, это 4X expansion microscopy. Ну и последний, который появился сравнительно недавно, в прошлом году опубликована нормальная статья по нему. 10-кратная expansion microscopy. Чем они различаются? Они различаются мономерами, которые используются для формирования геля. Так как здесь гель менее плотный и в составе геля больше заряженных групп, которые будут расталкивать этот гель после помещения его в дионизированную воду, то этот гель может просто больше расширяться. Такой гель может расшириться где-то в 4 раза, такой гель может расшириться примерно в 10 раз. Опять же, если мы просто такой гель будем использовать, то белки у нас к нему пришиты не будут. Поэтому нам, к сожалению, нужно еще одно вещество. Вот его как раз закупать немножечко сложно, и я планирую с кем-то договариваться на его закупку. Это вещество, которое с одной стороны содержит группу, которая по лизинам пришивается к белкам. С другой стороны содержит двойную связь, которая хорошо пришивается к мономерам геля. Здесь получается такой адаптер, который все ваши белки к этому гелю, образовывающемуся, будет пришивать. Ну и шаги этого протокола достаточно простые. Первый шаг – это окраска флюицентными красителями вашего образца. Причем это может быть даже на стекле. Это может быть препарат, который вы просто покрасили. Здесь есть, конечно, замечание. Образец нужно перекрашивать первичных антител, и вторичных антител нужно брать с избытком. То есть, если вы, например, работаете с концентрацией 1,250, то нужно взять, например, 1,50, чтобы точно не было у вас непомеченных участков. Дальше, второй этап – это использование вот этих вот адаптеров, чтобы ваши белки пришить к мономерам, которые дальше будут при полимеризации, третий этап, сшиваться в гель. Четвертый этап – использование ферментов, которые частично разрушат нам белки. Потому что у нас, в принципе, уже есть метка. У нас уже наше антитело на нашем образце зафиксировано. Мы эти антитело, так оно, белок, пришили к нашему гелю. И пришили те части, где у нас есть наш флуорохром. Мы его заполимеризовали. Поэтому даже если мы теперь будем разбирать белки, метка у нас все равно останется уже на месте. Она будет пришита к небольшому участку, который фермент никоим образом погрызть не сможет. Используется обычная протеиназа К. В случае, если работать, например, не с клеточными культурами и не со срезами мозга, а, например, с безпозвоночными животными. Здесь может потребоваться хитиназа, здесь может потребоваться коллагеназа. В случае, если работать с растениями, понятно, потребуются ферменты, которые будут разбирать уже клеточную стенку. Целлюлазы те же самые. Но, в принципе, проблема решаемая. Пятый этап – это, собственно говоря, расширение ткани. Добавление дианизированной воды, причем понемножечку, чтобы расширение не было нервномерным, чтобы ткань не порвалась. Ну и, собственно говоря, шестое. Вы можете теперь ваше изображение просто получить уже на микроскопе. При необходимости можно еще седьмой этап добавить для проверки. Таким образом мы можем расширить блок нашей ткани в 10 раз. И после этого можем провести его микроскопию, получив улучшение разрешения. Ну, опять же, в идеале в 10 раз, конечно, немножечко меньше, чем в 10 раз. Хочу показать их видео из Массачусетского института технологии MIT о том, как все это выглядит. Это тот самый гель, который используется в подгузниках для накопления жидкости. Как видите, он очень хорошо при наличии воды увеличивается в размерах. А это уже блок ткани, флюзицентная метка, которая, как видите, увеличилась почти в 10 раз прямо в чашке Петри. Ну и картинки красивые, которые можно после этого получить с разрешением вполне достаточно. Пришить, кстати, можно не только белки, но и нуклеиновые кислоты есть в модификации этого метода. Второй вариант, когда вы делаете это прямо на срезах парафиновых, есть протокол, который описывает о том, как это сделать, где вы можете в дальнейшем нанести раствор мономеров на ваш препарат, раствор, соответственно, анкоров, которые прицепят, якорей, которые прицепят ваши белки к этому гелю. Ну и в дальнейшем вы можете этот препарат теперь со стекла снять в виде вот такого геля, добавить воды дионизированной, и размеры теперь вашего препарата, ну, видно, значительно увеличены. И можно теперь этот препарат уже на микроскопе смотреть, получая то самое сверхразрешение, о котором мы говорили. Проблема, которая у нас осталась. Мы пока с вами не говорили о визуализации этих объектов. То есть мы смогли достичь увеличения размеров объекта в случае, если мы говорим о сверхразрешении, либо мы смогли весь объект просветлить, если мы говорим о визуализации крупных блоков. Но как теперь его наблюдать? На обычном микроскопе флюоресцентном есть проблема. Это громадный по толщине образец, с которым очень сложно работать. Очень много света вне фокуса. В случае конфокального микроскопа также есть проблема. Собственно говоря, у объективов обычно не очень большая рабочая дистанция, плюс конфокальный микроскоп – это достаточно медленная работа, то есть очень долго бы такой препарат пришлось бы снимать. И первая достаточно старая идея – это так называемая оптическая томография. Когда вы снимаете проекции вашего образца и дальше за счет наличия этих проекций образец у вас крутится, составляете внутреннюю структуру образца. Плюсы этого метода – то, что можно использовать не только флюоресцентные красители, но и красители, просто поглощающие свет, обычно гистологические, хоть гемотоксилин и азин, если хотите. Минусы тоже очевидны. Разрешение. Разрешение будет определяться вот этой вот частью, объективом, который стоит перед камерой. Тут никуда, к сожалению, не деться. То есть здесь нельзя говорить о высоком разрешении. Поэтому следующий вариант, который был придуман, это так называемая SPIM или light sheet микроскопия. Микроскопия – освещение выборной плоскости. ЦЕС, конечно, не был в этой микроскопии пионером, но создал первую коммерчески активно использованную платформу. Что в этой платформе интересного? Для освещения используется объектив, находящийся сбоку от образца. И этот объектив формирует тонкую полоску света. Понятно, что так как образец в части света будет поглощать для флюоресценции, то можно сделать освещение с двух сторон, так чтобы эта полоска была более комогенная. А объектив для регистрации изображения с большой числовой апертурой стоит вот здесь, вот сзади. Двадцатикратный, иммерсионный, вверхводный объектив. И вы снимаете в дальнейшем изображение вашего препарата при повороте. То есть каждый раз внутри вашего препарата у вас получается оптический срез. Дальше вы препарат повернули, вы сняли оптический срез. Если вы препарат повернули, вы сняли следующий оптический срез. Вы препарат повернули, и следующий оптический срез. То есть вместо срезов, скажем, которые можно было бы провести вот так вот по одной из областей, за счет поворота препарата, вы получаете в принципе то же самое. Есть программа обеспечения, в том числе бесплатная, для ФИДЖИ тоже доступная, которая набор вот таких данных может восстановить вам до нормального трехмерного изображения, который можно дальше реконструировать, и с такой картинки. Здесь уже проблемы объема образца решены. Несколько миллиметров мы так покрутить сможем. Более того, эта система на самом деле для работы с живыми образцами более интересна, чем для работы с фиксированными. Но тоже возможно. Вторая система. LaVision сделала такой интересный микроскоп, который назвала ультрамикроскопом. Это стереомикроскоп с достаточно высокоапертурным объективом. И блок внизу находится в растворе, где можно менять высоту формирования вот точно такого же плоского пучка света. За счет чего каждый раз камерой вы будете снимать внутри этого блока только одну поверхность. Дальше, скажем, передвинули пучок света, передвинули фокус у вашего микроскопа, сняли следующий оптический срез. Чем эта система удобна? Во-первых, очень большие образцы можно снимать, сантиметры. Я сейчас не возьмусь сказать сколько, но больше двух сантиметров точно блок во всех направлениях может быть. По-моему, пять, если я не ошибаюсь. Но понятно, что разрешение, опять же, будет ограничиваться объективом. Числовая апертура здесь не очень большая. Но, с другой стороны, можно очень большие блоки смотреть. Ну и последний вариант, который, на мой взгляд, возможен у нас, потому что вряд ли нам будут купить отдельный микроскоп для работы со сверхразрешением или с такими крупными блоками, это добавка, которую сделала Лейка. Идея у нее тоже очень простая. Они добавили на конфокальный микроскоп, это объектив самого конфокального микроскопа, который можно сканировать. Как видите, объектив с небольшим увеличением, небольшой числовой апертурой. А сверху, в виде конденсора, ставится объектив с двумя зеркалами. Теперь, если вы будете сканировать при помощи конфокального микроскопа по этим зеркалам, то вы можете формировать точно так же пучок света. Если будете сканировать с другой стороны, точно так же. И если вы теперь сюда поместите ваш препарат, в каждый момент времени внутри препарата у вас будет формироваться некая плоскость света, освещающая его, которая позволит вам снять через объектив, находящийся сверху, а это иммерсионный объектив, у него большая числовая апертура, может быть до 1,2, понятное разрешение вполне себе приличное, можно фотографировать одну плоскость. Причем так как это съемка на камеру, не в конфокальном режиме, то один снимок – это вся плоскость целиком, вам не нужно сканировать. То есть можно очень быстро, если, скажем, 120 миллисекунд у вас уходит с выдержкой на то, чтобы снять одну плоскость, ну понятно, что за 1,2 секунды вы можете 10 снимков сделать, за 12 секунд вы можете сделать 100 снимков. То есть это очень-очень быстрая система, которая позволяет сделать много-много снимков. Опять же возьму из их рекламного ролика небольшое видео. Стандартные системы обычно освещают образец сбоку, но, к сожалению, тут есть проблема с патентами, поэтому Лейке пришлось изобрести некий костыль, добавить вот такие зеркала на объектив, ну и использовать конфокальный микроскоп для освещения. То есть конфокальное сканирование, оно только плоскость света дает, не больше. А фотографируем мы через верхний объектив целиком всю плоскость. Если мы теперь по этим зеркалам будем сканировать, микроскоп может 16 тысяч таких сканирований в секунду сделать, то есть это будет очень-очень-очень быстро, по сути дела формируется такая плоскость света, которая теперь позволяет наш образец, в том числе и живой, Лейка эта система для живых в начале образцов делала, визуализировать. То, что нужно отметить к новым системам Лейки, к тем, которые планируются к закупке, то, что Лейка сделала теперь специальный набор как объективов, так и зеркал для работы в режиме глицериновой или теодиэтанольной, если хотите, тоже иммерсии. Это как раз Clarity и Switch. Плюс есть объектив обычный вводный для работы с сверхозрешением, если мы хотим, либо с живыми объектами. Вот он. То есть то, что мы планировали, если это получится все-таки к закупке, это объективы, которые могут работать с живыми объектами, можно целиком живой объект так быстро просканировать, в отличие от конфокального режима, и два объектива, которые позволяют работать с фиксированными образцами. Это появилось всего несколько лет назад, поэтому достаточно такое редкое еще явление. Если нам удастся в этом году закупить, мы будем одни из первых. Тем не менее, уже сейчас мы можем такие образцы смотреть, хотя они очень глубоко. Я показывал картинку, которую мы получили на обычном конфокальном микроскопе. У нас есть еще несколько наборов данных, которые мы смогли посмотреть гораздо глубже. На 600 микрон мы смогли такой образец визуализировать. Но на самом деле ограничение было в рабочей дистанции объектива. И для этого мы использовали двухфотонную микроскопию, которая еще у нас доступна. Я не знаю, правда, сейчас насколько работоспособен лазер для двухфотонной микроскопии. Ну, в принципе, я думаю, что двухфотонный микроскоп у нас в городе, я как минимум знаю, 4 штуки. Какой-то из них наверняка еще работает. Чем удобна двухфотонная микроскопия? То, что в каждый момент времени у вас будет светиться только одна единственная точка. И вы можете снимать свет, хоть сбоку вашего препарата, хоть сверху, хоть снизу, как хотите, на так называемые несканируемые детекторы. То есть здесь мы можем внутрь образца очень глубоко посмотреть, с хорошим разрешением, конечно, чуть хуже, чем конфокальным, но все же. И при этом собрать изображение с очень маленьким уровнем шума. Ну и достаточно быстро. Хотя метод сканирующий, так как мало шума, нам гораздо меньше времени необходимо, чтобы просканировать тот же самый участок. Если попытаться просуммировать все методы, опять же, табличка, наверное, уже немножко устарела, сюда нужно было бы добавить еще несколько методов. Тем не менее, из доступного у нас на сегодняшний момент двухфотонная микроскопия. Можно смотреть на обычном конфокальном микроскопе, но рабочее расстояние там объективов примерно такое же, хотя есть некоторая сложность. Я бы сказал, что, ну, скажем так, 240 микрон – это, наверное, максимум, что можно хорошо посмотреть. Цифровое планарное освещение, если вдруг у нас будет куплено, позволит нам с небольшой потерей разрешения смотреть в глубину уже аж до 7 мм. К сожалению, нигде в городе у нас нету, я знаю, только в Финляндии, одно место, где собирались покупать, не знаю, купили, не купили, вот этот Live Vision, который позволял бы 3 на 3 см. На самом деле, там есть и больше, по-моему, возможность смотреть блок. Цейсовская машинка, по-моему, есть в Москве. Оптической томографии, по-моему, нет ни у кого. Но она, в принципе, не очень интересна нам, потому что разрешение маленькое, размер объектов тоже не очень большой. Таким образом, в принципе, даже если у нас не будет никаких закупок, работать с этими методами можно, хотя с определенными ограничениями, но если вдруг у нас появится цифровое планарное освещение, либо какой-то другой вариант освещения, выбранной плоскости, то откроются все возможности, так как, как видите, обработка чисто химическая, она не очень сложна. В итоге, давайте сделаем некое заключение сегодняшнего семинара. Просветление позволяет получать нам достаточно крупных объектов внутреннюю структуру с достаточно хорошим разрешением. То есть, как минимум, говоря о крупных объектах, можем говорить больше одного сантиметра. Методов просветления множество. Зоопарк этот будет увеличиваться только со следующими годами, потому что метод новый, пока найдут какой-то идеальный метод, естественно, будет все больше и больше методов опробоваться. Но, как минимум, Clarity из старых методов, либо его модификации типа пакта, switch. И очень интересный метод, который изменяет только коэффициент преломления, это CE3D, который, на мой взгляд, сейчас, ну, скажем так, наиболее популярен для многих вариантов. Естественно, для визуализации таких образцов можно использовать и обычную микроскопию, что немножко не очень удобно, и специальную микроскопию, но таких специальных вариантов микроскопии множество. И каждый из них, он под какой-то свой объект, какое-то соотношение разрешения размера объекта, которое вам необходимо. Clarity и switch доступны сейчас. Switch, как вы видели, там никаких, опять же, реактивов нестандартных не нужно. Clarity, там только инициатор реакции ВА044, но, опять же, я говорю, что некоторое количество я могу поделиться с ним. И вот последнее, это использование модификации одного из этих методов, так называемой расширительной микроскопии, TEN-X, например, расширительной микроскопии, позволяет получить разрешение до 25 нанометров на обычном конфокальном микроскопе. Если говорим о деконволюции, которая увеличивает контрастность, конечно, не увеличивает разрешение, но эквивалентное разрешение получается порядка 20 нанометров, почему это как раз в заголовок лекции и вынес. Я обещал, что помещу в чат статью про это сверхрозрешение. Сейчас я ее тогда как раз вам пошлю. И если кто-то заинтересован в каких-то этих методах, я могу более подробно консультировать. Ну, если кому-то будет интересен метод сверхрозрешения, то можем попробовать договориться о том, кто какие расходные реактивы покупает и, соответственно, этот метод организовать. Это, наверное, все, что я за сегодня хотел рассказать. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, то спасибо за внимание.